спасибо за видео а расскажите про гармонию тона какая она должна быть работать контрастами тоновыми ритмами а может акцентами должна ли картина вибрировать от контрастов тоновых соотношений я за то чтобы все картины у художника были разные по тону по вибрации по ритмам по контрастам по акцентам наличие отсутствию это как разные одежды вот мы одеваем все время черную например и тогда это печально как-то неинтересно лучше использовать разные одежды помады женщинам украшения брючные костюмы по принципу как мы едем за впечатлениями на пленэр мы же едем в разные места и ищем новые впечатления так и писать нужно по новому но нельзя же смотреть на новый год с легким паром все время 30 лет подряд хочется что-то другое сам мягков говорил не так давно перед его ходом что он не смотрел никогда этот фильм и вообще считал как невозможным его все время показывать на новый год мне очень трудно и с раз какие-то делать советы в этом смысле фешинг говорил что пишите так чтобы разные были картины не похожие на все ваши предыдущие имеется ввиду как раз по тону по контрастам ну по всему что вы говорите по ритмам ну допустим вы любите и с сельдерей очень любите но нельзя же им кушать утром в обед вечером да еще ночью когда никто не видит подходить холодильник и из-за сельдереет еще с догонку и так годами нужно как-то разнообразить вместо него что то я не знаю петрушки поесть авокадо а тем более если мы картины пишем которые мы показываем людям но нельзя же их ладно мы там сельдерей каждый день там трескаем годами ну вот все да вот больше ничего но мы же это показываем предлагаем людям есть этот сельдерей из каждой картины я имею ввиду приема одинаковые по одинаковые решения тональные ну и так далее вот что вы перечислили пусть какие-то картины будут совсем светлые какие-то мощные разноконтрастные таким и по цвету и по ритмам и по всему просто разные разные краска должна быть что-то темперы что-то карандашиком что-то гуашкой что-то маслом что-то лепка скульптуры вот тогда художник выражает себя наиболее полно стишок еще напишите рядышком повести на выставке песенку какой-нибудь спойте речевку например сочините речитатив ну веселье ради забавы для чтобы создать наиболее многогранную такую пусть бриллиант сияет разными гранями ярлан жаксом бетов сколько лака сколько растворителя вы знаете по-разному ярлан 10 процентов 15 20 но не будьте вы же меркой мерный вот этой чашечкой замерять ну просто можно вообще довести это до полного лака правило одно чем больше лака тем быстрее сохнет краска она на глазах у вас прям будет сохнуть вы будете макать следующий мазок а он уже так подхватился бывает и такое нужно домарный лак используйте опытным путем достигается в зависимости от задачи пересолить пересахарить невозможно эту кашу она будет все равно съедобная и хорошая и красивая серж тундра ощущение ощущениями но людям нужен не только импрессион многим нужна и узнаваемость конкретных форм конкретных уголков ландшафта до узнаваемость конкретного портрета похожесть а не просто художественная мазня ну конечно серж тундра мышь все для людей все для них родимых как им нужно так и сделаем нужно узнаваемость сделаем узнаваемость нужна мазня сделаем мазню главное чтобы нам было хорошо я вот читаю книжечку фешина который недавно купил она называется и я фешин александра николая и я на озоне я заказал и там тоже были такие моменты он описывает что заказчикам нужно галерейщикам покупателям вот один в один и он вот это самое страшное для него было он очень страдал от того что нужно было написать вот так как вот было там прошлый раз как какой-то сюжет того просить наверное не раз самое страшное меня как-то один мой знакомый который у меня из америки покупает картин но у меня есть одна дорогая работа вы мне напиши вот повторение но так чтобы то также напиши вот чтобы также ну а также это значит что я поработал и сходство и я измучился я целый месяц наверное это все это невозможно и просто зарегся не хочу это делать в итоге он эту работу так и не приклеил к своей коллекции все стоит ну в похожесть нужно художника обычно пишет варианты и предупреждаю я предупреждаю всех кто хочет вот что-то нечто подобное я говорю картина будет другая я пишу некое ощущение новое это будет вариант не такая которую вы хотите увидеть но если ты пишешь например в бухте чехова скала там она узнаваемая скала подзорка ее очертания чеховку ты пишешь конечно можно там на сочинятие часто так делают художники что-то там убирают лишнее море пускают больше как будто это и не чеховка но ты же знаешь эту улицу все уже знают и в горзове так что конечно нужно тут постараться чтобы была перспектива уход улице наверх там и так далее но кип количество кипарисов же можно изменить мы же сочиняем композицию мы не не протоколируем сколько их там стоит мы сочиняем отношения пишем мы пишем все раскладываем по мозаично по цвету по пятнам тут-то как раз интересно сделать разные ритмы разную тональность разную насыщенность цвета всегда природа дарит разный каждый день по-разному окрашен и это подарок для нас для художников тем более времена года разные вообще и на классах я всегда студентам коллегам говорю что пишите это узнаваемое место чтобы вот пропорции были соблюдены чтобы это было узнаваемо характер там скалы или улиц у меня же был эпизод такой рудика у него была галерейка в гурзуфе его уже нет в живых и как-то я написал этот дом который ну на углу знаете где галерея по ленинградкой спускаешься вниз и там домик такой белый его все пишут и мне стоп кривой показался как-то излишним я все принесли ребята работы показывают этому рудику и он будет а столб это его же коровин писал ты не понимаешь ягода столб какой-то там что-то но какой-то не очень его коровин писал это же узнаваемое место уже сто лет этому столбу и этому дому этому изгибу я почесал затылок да я был неправ и с тех пор столб у меня на месте ну когда этот мотив пишу я его несколько раз писал очень интересно всегда меняющийся потому что солнце ходит отбрасываются тени по-разному на дом на улицу люди состояние природы очень интересное место уникальное прям жду не дождусь когда еще раз туда поеду подписать этот столб так что узнаваемость плюс impression импрессион одно другому не мешает ощущение плюс узнаваемость кстати посмотрите анонс видео урока на котором изображен этот дом со столбом в гурзуфе он очень полезный там много очень важных вещей друзья хорошая новость я выпускаю 23 урок в онлайн школе живописи архитектурный пейзаж солнечный летний день в гурзуфе архитектурный причем довольно со сложной перспективы потому что улочка от меня идет вверх дом стоит очень кривенько косенько и нужно очень многое здесь учесть но самое главное это это по рисунку да но самое главное что солнце создает такую игру тонких отношений на этом здании теплых и тепло холодность настолько тонка она растворена в асфальте в зелени в кирпичной кладке стены плотнее чем небо и плотнее чем это вот что важно и важно это сохранять если просто сравнить не только с этим сравнить но еще и с этим пейзаж выстроен на тонких отношениях и как сделать его светоносным задача очень непростая на первый взгляд кажется что так легко все это делается но но это обманчивое впечатление это довольно непросто написать солнце который падает на вот разные объекты для тех кто изучает живопись мне представляется важным посмотреть этот урок с тем чтобы открыть в себе цвет научиться мыслить цветом тонкими отношениями цвета как только вы это почувствуете живопись моментально изменится в этот же день важно почувствовать разницу тонких цветовых отношений я пишу и все поясняю на пальцах на палитре вы видите цвет увидите как кладется куда кладется почему я рассказываю ну в общем вы сами все увидите вот такая небольшая реклама урока заходите не стесняйтесь зелень я имею ввиду вот этого забор вот это более правдоподобно там есть кусочки в тени кусочки на свету и по возможности напишите нечто подобное пусть это не обязательно будет со сложной перспективой но главное пусть он будет солнечным и пусть будет белое здание присылайте мне свои работы на видео разбор эта опция доступна в моей онлайн школе называется консультации ну розовеньки Субтитры создавал DimaTorzok